В Твери назвали «Человека года». Торжественное подведение итогов регионального конкурса прошло в пятницу 29 января в стенах Тверской областной академической филармонии. Награды были вручены выдающимся жителям Верхней Волжи, которые внесли заметный вклад в социально-экономическое развитие региона. Подробности в материале Никиты Васильева. Для Марины Леонович помощь людям без преувеличения – дело всей жизни. Вот уже почти 30 лет Марина занимается волонтерством, заботится о людях с ограниченными возможностями, старается сделать их жизнь легче. Один из проектов Марины Леонович называется «Забота». В его рамках женщина организовала в Твери первую семейную парикмахерскую для инвалидов, где оказывает услуги бесплатно. Также сотрудники парикмахерской выезжают к маломобильным гражданам на дом. Я привлекла в свою команду молодежь, чтобы объяснить и рассказать, что такое социальная деятельность, в социальном предпринимательстве и вообще в жизни каждого человека. Поэтому мои девочки, они все волонтеры, на все выездные мероприятия мы ездим бесплатно. И воспитание молодежи в том числе приносит очень плодотворные такие результаты. Девочками своих подопечных называет и Светлана Никифорова. Старшая из них 84 года. Светлана создала проект «Старость на здоровье», благодаря которому люди старшего поколения имеют возможность заниматься любимым хобби – скандинавской ходьбой. Светлана организует бесплатные занятия для всех желающих в общественных зонах Твери. Для меня самое главное, как для тренера, что люди старшего поколения занимаются. Потому что если мы не чтим и не уважаем, скажем, свое прошлое, то мы не можем быть в будущем. То есть это как дерево, да, то есть если мы отрубаем корни, то плодов никогда не получим. То есть если мы не чтим старшее поколение, значит, ну, молодого поколения мы не получим достойного и качественного своей страны. Вместе с Мариной и Светланой, лауреатами и дипломантами регионального конкурса «Человек года» стали еще несколько десятков жителей Тверской области. Это предприниматели, руководители различных организаций, соцработники, представители самых разных сфер жизни и профессий. Все они внесли серьезный вклад в социально-экономическое развитие Тверской области. Для них приветственный адрес губернатора Тверской области Игоря Рудени зачитал заместитель председателя правительства Тверской области Андрей Емельянов. Главное богатство в городе Волжье – это талантливые трудолюбивые люди, преданные своему делу, родному краю, России. В конкурсе «Человек года» лучший социальный проект года отмечаются весомые заслуги жителей и организаций Тверской области в социально-экономическом развитии нашего региона, реализации национальных проектов благотворительности. Сердечно поздравляю с заслуженным признанием всех победителей ревионального конкурса. Ваше служение Тверскому краю способствует развитию нашей Родины, сохранение выдающегося духовного мультурного наследия, воспитание подрастающего поколения на основе традиционных ценностей. Кроме того, в рамках конкурса «Человек года» была учреждена специальная номинация за самоотверженный труд в условиях пандемии. Лауреатами стали представители медицинской сферы, министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов, главный внештатный эпидемиолог региона Александр Раздорский, руководители лечебных заведений Верхней Волжье и врачи, а также сотрудники предприятий, которые проявили наибольшую социальную ответственность во время борьбы с коронавирусной инфекцией, разработали и внедрили в производство материалов изделий и оборудования, необходимых для организации работы в условиях пандемии и борьбы с ее последствиями, так или иначе помогли медикам и всем жителям региона справиться со всеми сложностями в период борьбы с COVID-19.